А воду покупаете в магазине? Да, питьевую, когда есть, но ее быстро разбирают. Вот Сережа, это. Что, Сережа, у вас вода идет? Нету води. Нету. Я думаю, хоть кого спросите, есть вода, нету воды. Сейчас не было воды в магазине купить? Нету, сейчас нету у них. Баклажки больших нету. Но не все же могут себе позволить покупать воду, согласитесь? Проблемы с водой в селе Селекционное на окраине Бишкека случались и раньше. Прожить без воды несколько дней для местных жителей дело привычное. Но этим летом краны сухие уже больше месяца. А у кого детей? Не один, а пятеро детей. Как он должен сварить, накормить? Как жить без воды? Они попробовали свою семью оставить без воды. Да я посмотрела бы, что их жены бы сказали им. Если бы они хотя бы посидели два дня без воды. А мы сидим уже третью неделю без воды. С начала лета воды не хватает всему Бишкеку. Тяжелее всего ситуация на юго-западе города. Чтобы хоть как-то помочь людям, мэрия организовала подвоз воды в цистернах. Ведра, канистры, бутылки, водовоз местные жители встречают со всей имеющейся тарой. Емкость цистерны всего 9 тонн, поэтому действовать надо быстро. Лимита на воду из цистерны нет. Каждый набирает, сколько сможет унести. Часто одного водовоза хватает лишь на половину улицы. Когда приедет следующий, неизвестно. У меня вот, например, соседка, у нее новорожденный ребенок. Она одна дома с ним. Она не может ее забыть. И вот когда он так приезжает, мы выходим. Каждый зовем, выходите. И как вы видите, маленькие дети таскают большие бутылки. Потому что тупо нет взрослых дома. Дефицит воды в Бишкеке связан с природой. Чтобы попасть в дома, вода начинает путь с горных вершин. Там есть ледники, которые тают. Реки спускаются вниз, и вода попадает в подземные бассейны. Но из-за того, что начало весны в этом году выдалось прохладным, ледники таяли медленно, и подземные резервуары не успели наполниться. Чтобы качать воду из глубины, в окрестностях Бишкека пробурено свыше 300 артезианских скважин. По данным мэрии, уровень воды в них упал на 20 метров. И чем выше будет уровень горизонта данных озер, тем легче насосом добывать воду вверх. Ну вот представьте себе, вам легче, как говорится, тянуть с глубины, грубо говоря, 70 метров или же 50 метров. Дефицит воды связан еще и с человеческим фактором. Город, по мнению ученых, тратит чрезмерно много воды. А все потому, что стоит она очень дешево. Полулитровую бутылку воды в магазинах Бишкека продают за 20-25 рублей. А тысяча литров чистой воды из-под крана обходится жителям в 10 рублей. В мэрии объясняют, из-за дешевого тарифа питьевой водой жители даже поливают огороды. А у мэрии из-за дешевого тарифа нет денег для развития системы водоснабжения. Проблема еще и в том, что счетчики для воды установлены всего у 2,5% жителей частных домов. Все остальные платят по простой формуле. Есть средний объем потребления на одного человека. Это 170 литров в сутки. Его умножают на количество жильцов. А сколько воды потратили в действительности, никто не знает. В итоге, по расчетам мэрии, среднее потребление выросло со 170 до 1000 литров в сутки. Владелец поливает из крана шланг в кран и заливает свой достаточно солидный участок. Я спросил, зачем ты это делаешь? У тебя же скважина есть. Он говорит, а зачем мне скважину использовать? Это расход электроэнергии, за это платить нужно. А заводу фиксированный платеж, и все. И мне это ничего не стоит. Когда коммунистический принцип распределения, то есть каждому по потребности, то наступает дефицит любого, что вы возьмете водку, колбасу, электричество, любое. Когда есть зависимость, сколько денег заплатил, столько потребил, это такой принцип, который несправедливый, нехороший, но он сберегает ресурсы от дефицита. Пока воды в Бишкеке было достаточно, жителям разрешали поливать огороды водой из-под крана. Но только в ночное время. С наступлением дефицита в городе ввели полный запрет. Сотрудники мэрии обходят дома и проверяют соблюдение правил. Нарушителям грозит штраф 8 тысяч рублей. Кроме этого, на время дефицита воды в части Бишкека запретили работу автомоек и общественных бань. Объем, который забирается в воду из подземных скважин, оно восстанавливается медленно. Даже есть определенные данные от 12 до 21 года, чтобы восстановить вот этот подземный источник. А у нас, я еще раз говорю, нерациональное использование. Так как город Бишкек питатель обеспечивается 50% именно урталышского подземного источника, сегодня происходит проблема именно в этом скважине артезианской. Ученые подчеркивают, уровень воды в источнике планомерно понижался в течение 12 лет. Но в последние два года спад был очень резким. За это время в Бишкеке значительно выросло население. Если в начале 2000-х в Бишкеке проживало менее 800 тысяч человек, то сейчас население столицы перевалило за 1 миллион 145 тысяч жителей. За годы независимости вокруг Бишкека появилось около полусотни жилых массивов. В основном это частный сектор. Нередки случаи, когда дома строились на самовольно захваченных землях. Обосновавшись, жители своими силами прокладывали трубы и требовали подключения к общей системе. Сейчас большинство этих жилых массивов узаконены. В начале 2000-х было очень много проблем. Много проблем, многих фактов, когда без документов появлялась инфраструктура. И даже эта врезка, в основном, наверное, продиктована в то время уже определенными политическими мотивами. Люди должны были получить воду. Они проложили трубы. И тут уже необходимость стала их подключить. Чтобы снизить дефицит воды, власти города прокладывают новые трубы на юго-запад Бишкека. Тогда самые засушливые районы получат воду из других частей столицы. Цель данного инженерных работы – это переброска части абонентов на другой водозабор, в котором есть резерв. В дальнейшем власти намерены построить и расширить три водозабора. На это потребуется около 500 миллионов рублей. Глава Кабмина Республики Аклбек Джапаров затребовал у города необходимые расчеты и пообещал решить вопрос в ближайшие три года.